В городе Попасное, совсем на недавней линии фронта, уже два дня работает наш корреспондент Андрей Илач. И вот каким он сегодня увидел этот город. Небольшая зарисовка. Попасное один из крупнейших железнодорожных узлов на Донбассе. Он располагается на одной линии с Дебальцево. Сам город сейчас очень разрушен, да еще и находится неподалеку от захваченного Первомайска. Я попытаюсь рассказать и показать, как там сейчас живут люди. Улицы в городе Попасное безлюдные. Люди, как правило, прячутся в подвалах, вот таких вот многоэтажных домов, которые разрушены. Чтобы хоть как-нибудь обогреться, люди... Чтобы хоть как-нибудь обогреться, люди носят дрова в подвалы, ну и на украинскую прессу реагируют катастрофически негативным путем. Люди из подвалов практически не выходят и могут там находиться неделями, чтобы хоть как-нибудь обогреться, потому что благ цивилизации здесь, ну фактически нет. Люди потихонечку, боясь, но выходят на улицу, несмотря ни на что, чтобы там подойти к волонтерам, забрать буханку хлеба. Вот это один из немногочисленных магазинов, который не прекращает свою работу практически ни на секунду. Несмотря на отсутствие света, несмотря на бомбежки, товар, как видите, ну здесь просто полки ломятся от него. Его завозят, рискуя жизнью, сами предприниматели. Рынок в Попасной уже давным-давно закрыт. Ну, во-первых, он находится на открытой местности, а это довольно-таки опасно. А во-вторых, покупать продукты некому. В большинстве торговых точек, которые находились в городе, ну тут даже надпись есть. Сигареты, водка, вывезены, не ломайте, пожалуйста, магазин. Обычное дело. Вот можно посмотреть, что вокруг аптеки находится. Люди не рискуют сюда выходить на работу. Ну и вот стандартная также табличка для этого города. Разрывы видны, осколками посещены двери. Второй день я нахожусь в Попасной, наблюдаю за тем, как живет этот город. Воскресенье от субботы отличается, ну вот, лишь тем, что наконец-то сюда в квартиры вернули свет, ночью могут дать газ. Ну а все остальное без изменений. Магазины работают по полдня, мобильной связи по-прежнему так и нет. Да и стационарная работает с перебоями, поэтому позвонить даже вот пожарным здесь не могут.